Недоступный селфи-маршрут. Оказалось, что просто прогуляться по городу и пофотографироваться для людей с ограниченными возможностями здоровья совсем непросто. На пути ямы в асфальте, высокие бордюры, отсутствие поручней. Для опорников эти препятствия почти непреодолимые. Вот даже пофотографироваться мы приехали к арт-объекту. Я не могу попасть. Смотрите, ни пандус, ничего нет, везде бордюры. То есть это проблема, даже перейти дорогу я не могу. Бывает сложно даже перейти дорогу. Без помощника инвалиду-колясочнику никак не справиться. Выходим на аллею проспекта Ленина. Тут сплошь барьерная среда. Наверх не подняться, уклон слишком крутой. Пандусы иногда есть, но их делают скорее для галочки. Закатить коляску невозможно. Колеса на ней расположены ближе, чем предполагают ответственные за благоустройство городского пространства. Для опорников ограничения повсюду. Выход в город – настоящее приключение. Если у кого-то есть личные автомобили, то им, конечно, проще. А если что-то, то, конечно, приходится находить либо машины с подъемниками, находить людей, кто будет помогать. Даже, вы говорите, в городе у нас есть сложности, что людям даже сложно выйти из квартиры, потому что живут все не на первых этажах. И там не оборудовано пандусами также. Так что здесь без посторонней помощи никак не обойтись. Опорники готовы помогать советам строителям и проектировщикам подсказывать, как правильно сделать пандусы и подъемники. Главное, чтобы прислушивались. Вот именно для этого экспертный центр «Доступная среда» и проводит такие проверочные рейды. Мы хотим максимально охватить и социальные объекты, аптеки, больницы, культурные учреждения. И потом эту информацию донести до администрации города или департаментов, кто отвечает за эти объекты. Чтобы они услышали, что нарушения какие-то есть. И как их можно исправить, мы как экспертам можем это рассказать, объяснить. Планы у экспертного центра весьма масштабные и на дальнюю перспективу. Переделывать гораздо сложнее, чем делать правильно изначально. Поэтому волонтеры и выбрали селфи-маршрут до площади Ленина, который уже в этом году будут усовершенствовать по программе формирования комфортной городской среды. Рекомендации будут даны и по поводу набережной. Такие выходы в город эксперты планируют совершать регулярно. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова.